Здравствуйте! Это проект, который представлен порталом экзегет.ру, и мы продолжаем сейчас говорить о Евангелии от Марка, пятая глава. Пятая глава Евангелия от Марка включает в себя два дошедших до нас в разных вариантах рассказа. Первый – это чудо, которое сотворил Господь за пределами Святой Земли на другом, на восточном берегу Генесаретского озера, исцеление Гадаринского-Бесноватого. Это территория, которая была населена по преимуществу язычниками. Иудеи там предпочитали не селиться именно потому, что считали языческое окружение нежелательным. Господь же со своими учениками переплыл Генесаретское озеро и удалился из Израиля на эту территорию, потому что в силу некоторых причин оставаться в Галилее было для него небезопасным, потому что он говорил и делал некоторые вещи, которые вызывали достаточно ожесточенную реакцию со стороны фарисеев, законников и части людей, которые населяли, собственно, Галилею в этот момент. И вот для того, чтобы накал конфликта вокруг своей небольшой общины как-то снизить, Господь удаляется на другой берег Генесаретского озера, в эту населенную язычниками землю, и, выходя из лодки, видит на берегу среди скал человека, который страдал то ли каким-то психическим заболеванием, то ли был одержим нечистыми духами. В то время вообще было не принято различать эти вещи, и, в принципе, разговор о том, было ли это, скажем так, условно органическим нарушением у этого бесноватого или одержимостью, этот разговор был бы непонятен ни для автора, ни для читателей Евангелия, в том числе Евангелия от Марка. Важно, что это человек, который, оказывается, опасен был не только для самого себя, но и для окружающих. Вот он в каком-то смысле поэтому не мог жить среди других людей в поселениях, но в то же время и были кто-то, какие-то люди, которые о нем заботились, пытались сделать так, чтобы он себе не повредил, этот самый Годоринский бесноватый. Да, и поэтому его связывали, потому что опасались, что он убьет себя. И вот, выйдя, повторяю, на берег, Господь сталкивается с этим человеком очень опасным, конечно, вселявшим некоторый страх в каждого, кто встретился с ним. В том числе, я думаю, что и в учеников Господа Иисуса, которые запомнили эту историю, и она выделяется в их восприятии, во-первых, тем, что этот самый бесноватый опасен, а самое главное, что, в общем, не бросается в глаза современному читателю, но для того времени было фундаментально важным. Самое главное, что он, конечно же, происходил из язычников. Он был жителем одного из этих прибрежных селений в Гергесинской области, и он происходил из язычников. Следовательно, Господь Иисус, как верующий иудей, как религиозный человек, не должен был сообщаться с ним, не должен был ни прикасаться, ни разговаривать с ним. И вообще говоря, для Израиля того времени характерно такое отношение к язычникам, как к людям самим по себе, по природе своей, каким-то нечистым, неугодным Богу. Это могло обозначаться разными словами. Иногда их просто называли грешниками, иногда говорили о ритуальной нечистоте. Важно, что иудеи считали, что раз он язычник, не верит в единственного реально существующего Бога, ну и, соответственно, ни о какой милости Божией по отношению к этому человеку кричить никоим образом не может. И вот мы видим, что, увидев Иисуса, встретив его, этот самый бесноватый кричит громким голосом, кричит какие-то странные, непонятные вещи. Тоже, по-видимому, эти слова его, что тебе до меня Иисус, Сын Бога Всевышнего, должны были учеников Господа покоробить, потому что для того, к чему они привыкли, для той веры, в которую они были воспитаны, это слова, в общем, невозможные, даже в аллегорическом смысле, а уж тем более, да, этот самый бесноватый каким-то образом пытается сказать об Иисусе, что вот он Сын Бога Всевышнего. Что это может означать? В устах язычник это ведь примерно можно понять, что это может означать, потому что, ну, у язычников, там, у тех же эллинов, например, существовало достаточно много легенд разнообразных, совершенно легендарных и вполне литературных по своей природе, да, о, там, богах и их отпрысках на земле. Ну вот, но очевидно, что и для иудеев это было абсолютно неприемлемо, и к Господу Иисусу не имеет никакого отношения. Тем не менее, вот кричит этот самый бесноватый какие-то странные, странные вещи. Собственно говоря, на самом деле, ведь в данном случае уже и не так важно, что именно он говорит, потому что мы все равно не можем определить, до какой степени это реакция человеческой личности, которая сохранилась, возможно, в этом человеке, а до какой степени голос тех бесов, которые его обуяли. Поэтому, ну, в конце концов, так сказать, текст слов, содержание этой речи принципиального значения не имеет. А важно для рассказчика и для евангелистов, которые этот рассказ помещают в свое повествование, Марк не один это делает. Да, для рассказчика и для евангелистов важно, что он каким-то особенным образом вдруг реагирует на присутствие Господа Иисуса. Как и другие люди, он, видимо, что-то переживает встречу с некоторой божественной реальностью, скажем так, очень условно, которая для многих встречающих Господа Иисуса открывается для этого человека вот таким способом. Что действительно центральное в этой истории, это, конечно, то, что Господь не обсуждает, язычник этот человек или не язычник. Вообще никакого разговора об этом в данный момент не происходит, потому что, увидев вот эту одержимость бесовскую, Господь Иисус говорит, выйди, Дух нечистый, выйди из этого человека. Он его освобождает и он его исцеляет. С одной стороны, вещь почти неудивительная, потому что мы видим таких исцелений не так мало в самых разных рассказах евангелистов. Но фундаментально повторяю то, что Иисус обращается к этому человеку просто потому, что он человек. Не потому, что он принадлежит к народу Божьему, не потому, что у него за плечами какой-то опыт духовный или опыт веры. Просто потому, что это человек, случайно встреченный, случайно оказавшийся вот в этих обстоятельствах. Для христиан первых поколений это была фундаментальная вещь, потому что многие из них не происходили из народа Божьего. Собственно, приблизительно с середины столетия, даже, может быть, еще с 50-х годов, вот постепенно и довольно быстро большинство среди христиан стали составлять люди, как и этот бывший бесноватый, вышедший из языческих народов, из языческой культуры. И поэтому для них важно было услышать, а как Иисус относится к таким, как они. Потому что, конечно же, о таком высокомерном довольно-таки отношении иудеев к язычникам, все язычники, которые с иудеями сприкасались, так или иначе знали. Но вот важно же было для христиан увидеть, как поступает Иисус вот в этой, в такой ситуации. Дальше еще следует такая несколько своеобразная для этой ситуации тоже деталь. Дело в том, что по каким-то причинам эти самые бесы оказываются в стаде свиней, которая здесь неподалеку пасется. Ну и рассказчик предлагает нам увидеть, что бесы не хотят идти в бездну, просят у Господа Иисуса позволения войти в свиней, и Господь им позволяет. Едва ли сам рассказчик или евангелисты были свидетелями подобного рода диалога с бесами, скорее они видят, что происходит, да, и реакцию Господа Иисуса. Вот по каким-то причинам эти самые бесы, которые вышли из человека, попадают в стадо свиней, и это стадо бросается с крутизны в море, и все они гибнут. Здесь разные люди могли прочитать в этом рассказе достаточно разные вещи, главных из которых две. Во-первых, довольно хорошо видно и нетрудно понять, что если человек этим бесам еще как-то сопротивляется и, может быть, не в полной мере сохраняет человеческий облик, но все-таки еще каким-то образом жив, то свиньи, твари бессловесные, которые личностью в такой форме и в такой мере не обладают, да, чтобы мы не думали в данном случае о том, как устроены животные. Важно, что они сохранить жизнь в этой ситуации уже не могут, они просто гибнут. Это тоже, если хотите, такая картинка, которая позволяет читателю увидеть, что на самом деле эта одержимость всегда влечет любое живое существо к смерти. Да, а для современников Господа Иисуса, конечно, также было важно, что свинья нечистое животное и разведение их, возможно, исключительно в языческой стране, на иудейской стране Галилейского озера, естественно, никаких свиных стад не было и быть не могло. Да, и вот они гибнут, как все нечистое, соприкоснувшееся, каким-то образом встретившееся с Богом Израиля во Христе Иисусе. Да, и вот эти язычники, которые населяли эту землю, увидев, какой урон они понесли, приходят к Иисусу и говорят ему, «Ну, знаешь, лучше уйди, лучше тебе уйти, потому что мы не хотим такого твоего присутствия, которое несет нам разорение». Даже несмотря на то, что вот человек, который исцелился. Может быть, с точки зрения современного читателя, самое удивительное во всей этой истории то, что пастухи, жители окрестных селений, прибежавшие на это место, видят бывшего бесноватого, который же много лет страдал этой одержимостью, видят его в здравом, имеют резвой памяти, одетого и умытого, но это, оказывается, не важно. А важно то, что вот у них было доходное занятие по разведению свиней. Они так или иначе этим промышляли, добывали всех средств к существованию, и это оказывается препятствием для них. Они не могут принять ни Иисуса, ни исцеление, которое через него Бог совершает, потому что другое для них по-настоящему важно. Вот эти самые свиньи, которые составляли их имущество. Нельзя сказать, что это так уж прямо и однозначно и легко в подобной ситуации выбирать, но все-таки очевидным образом здесь за всем этим рассказом стоит вопрос о том, а что ты выбираешь в этой ситуации. Ты происходящий из язычников, образ жизни привычный, какие-то еще вещи, которые не могут существовать в присутствии Бога, или ты выбираешь самого Бога. Что тебе важнее, люди, которые исцеляются, возвращаются к жизни, или что-то другое? Этот вопрос действительно будет повторяться дальше в той или иной форме в нескольких следующих главах. Конечно, очень важно тоже для нас увидеть реакцию бывшего бесноватого, который просит Иисуса разрешения пойти с ним. Дальше куда пойдет Иисус, а он будет возвращаться в землю Израилеву, потому что этот человек, переживший исцеление, для него-то уже вопрос выбора не стоит. Он, очевидно, выбирает идти за тем, кто вернул ему жизнь. Вторая половина пятой главы содержит тоже переходящий из одного источника в другой и присутствующий у евангелистов в почти идентичной форме рассказ о двух чудесах, которые совершаются почти одновременно. Это воскрешение дочери Аира и исцеление кровоточивой женщины. Тоже здесь для того поколения, в котором разворачиваются эти события, самыми важными, бросающимися в глаза подробностями, определяющими весь смысл рассказа, было то, что эта женщина была тоже религиозно нечиста по другим причинам, но так же, как и язычники. она не имела права входить в эту толпу, она не имела права прикасаться к Иисусу, а если он об этом узнал, то он обязан был ее заклеймить, упрекнуть и дальше срочно бежать, совершать ритуальные оморения. И входя в дом, где умер человек, где умерла вот эта девочка 12-летняя, тоже он никак не имел права прикасаться к ней, да и входить туда было нежелательно. С точки зрения правил, с точки зрения привычных представлений о Боге, который гнушается каких-то вещей в людях. И оба эти рассказа соединенные в одно целое, потому что они действительно происходят, эти события почти одновременно. Оба эти рассказа говорят нам о том, что на самом деле человек для Бога важнее, для него важно что-то другое. И если уж он и говорит об осквернении, то считает осквернением вовсе не то, что принято у нас, у людей. Дальше в следующих главах тоже мы увидим, как объясняет Господь Иисус свою позицию в этой ситуации. И так женщина прикасается к нему и получает исцеление, просто подойдя сзади, прикоснувшись к краю одежды Иисуса. Такова была ее вера. Почему-то, и даже не так важно для читателя, почему, она так думала, вот прикоснусь, если удастся мне к нему прикоснуться, Господь меня через этого человека исцелит. И Господь Иисус оборачивается и ищет, кто же к нему прикоснулся. Ученики в этот момент говорят ему, ну что ты спрашиваешь, тут толпа все тебя теснят, а ты спрашиваешь, кто ко мне прикоснулся. Но понимаете, что здесь по-настоящему важно, особенно, может быть, для сегодняшнего читателя, что люди довольно часто, если не всегда, склонны пытаться от Бога нечто получить, не входя с ним в личные взаимоотношения, не встречаясь с ним, не входя с ним в контакт. Вот как эта самая женщина. Подойти сзади, не разговаривать с ним, да, а воспользоваться как некоторым магическим средством. Так бывает действительно, к сожалению, очень-очень часто, когда то, что Бог говорит, оказывается для нас маловажным, а гораздо важнее воспользоваться его силой, его возможностями в сфере чудесного, да, для решения каких-то своих проблем. Это ведь очень характерно для человеческой религиозности, но важно, что на эту человеческую религиозность Иисус не согласен, не согласен, поэтому в каком-то смысле исцеление этой женщины еще не совершилось, еще не стало окончательным, потому что она уже вот не может просто взять, повернуться и уйти. Иисус ищет ее и говорит, кто ко мне прикоснулся, и только тогда, когда она к нему подходит и вступает в диалог, рассказывает, что произошло, почему она это сделала, отдавая, в общем, на его суд, на его милость этот свой поступок, за который ее вполне следовало бы по законам и обычаям того времени упрекнуть. Вот с этим доверием к Иисусу она к нему все-таки подходит и тогда, когда диалог между ними состоялся, он говорит ей, да, дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. Это очень важная на самом деле вещь, потому что говорит нам о том, каков Бог, у которого мы ищем чудес и исцеления. Он действительно является источником и того, и другого, но не магическими средствами, а обязательно при личной встрече, при личном диалоге. И вот исцеление дочери Иаира, которое происходит почти моментально, почти немедленно. Видите, здесь Господь входит в дом, прикасается к этой умершей девочке, чего ему тоже делать никак не следовало. Несмотря на насмешки окружающих, несмотря на то, что все понимают вокруг, что, ну да, действительно, эта девочка умерла, ну что теперь с этим можно поделать? И он возвращает ее к жизни, возвращает ее к жизни. На самом деле, как и в рассказе с Годаринским, в истории с Годаринским бесноватым и с этой кровоточивой женщиной, происходит в сущности то же самое. Там, где жизнь вот утекла между пальцев, как песок или вода, там встреча с Иисусом возрождает ее, дает какую-то другую, новую жизнь, новую возможность. Для читателей первого поколения было очень важно увидеть, что Иисус в этой ситуации не говорит, как можно было бы или как поступил бы фарисей на его месте, да, что уже ничего я не могу сделать или я не могу войти в этот дом и так далее. Может быть масса объяснений, но для него вот этот умерший ребенок и ее родители оказываются более важными вещами, чем традиции, обычаи, и даже если они древние, понятные какие-то, и даже если они правильные, вот личность и живой человек для Иисуса оказываются всегда на первом месте. Это важно очень было подчеркнуть для автора.